Сегодня в школу не проспал ни один от первоклассника до выпускника. Боялись пропустить массу интересных занятий, которые для них приготовили наркополицейские и молодежные организации совместно с членами общественного совета при областном управлении ФСКН. Антинаркотический марафон начался с флешмоба во дворе школы. Сама школа больше напоминала самодеятельную и спортивную площадку одновременно. Ребят учили танцевать, стрелять из лука и даже выбираться из трудных ситуаций. Многих ребят заинтересовал модный сегодня воркаут – один из видов спортивной гимнастики. Захватывающие акробатические трюки и приемы самообороны продемонстрировали ребята, которые свой выбор за здоровый образ жизни уже сделали. Всего за несколько часов работы общественному совету и молодежным организациям удалось привлечь в свои ряды несколько сотен человек. А за четыре года проведения марафона «Пусть всегда буду я» свой выбор в пользу здорового образа жизни сделали более 10 тысяч жителей Самарской области. Видно, что им это интересно. И видно, что многие из них после нашего марафона действительно займутся какими-то видами спорта. Я абсолютно убеждена, что это будет для них очень познавательно, очень необычно. И они каждый найдут для себя что-то новое. Антинаркотический марафон «Пусть всегда буду я» в Кубишевске. Вторая после киноля площадка. На очереди Ледовый дворец в Отрадном. Павел Баймаков, Константин Головин. События.